О качестве товаров на прилавках наших магазинов мы поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии главный специалист и эксперт управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу Ирина Валейская. Ирина Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем продукты поступят на прилавки наших магазинов, проверяет ли Роспотребнадзор их на соответствие качества и пригодности в употреблении? До момента поступления в магазины города Наринмара и округа продукты питания проходят долгий путь. Если они изготовлены за пределами Российской Федерации, то в обязательном порядке проходит досмотр в пограничном контрольно-пропускном пункте. Досмотр проводят таможня, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. И если отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество товаров, то такой товар отправляют обратно или на склад временного хранения. И если даже и сомневаются в качестве его происхождения, в качестве подлинности документов и в качестве качества для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, может быть санкционированный товар, который сразу же уничтожается. Санкционированный – это запрещенный к воздуху на территорию Российской Федерации продукты питания. Но в настоящий момент, вы все знаете, что у нас такие продукты питания имеются, которые нельзя завозить. Это страны Евросоюза, США, Норвегия, Турция, Канада и вот совсем новшество с 2016 года из Турции. Если продукты отечественного производства, то они должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Это значит, что пройти контроль до того, как попадут на прилавки на всех этапах от производства, хранения, перевозка, реализации и утилизации. И иметь при обращении товарно-транспортную сопроводительную документацию. Это значит товарно-транспортные накладные, декларации и ветеринарные сертификаты и справки. Вот на этом этапе, когда они до прилавка в магазин поступают, Роспотребнадзор не проверяет качество. Значит, оно подтверждено уже документами, подтверждающими качество. А в процессе проверки, конечно, мы требуем эти документы и тогда уже проверяем. Хорошо. А вот как часто жалуются жители нашего округа на качество продуктов? Ведь не секрет, что плохого качества продукция продается в наших магазинах практически всегда. И подтверждение тому сюжет, который мы сейчас с вами посмотрели. Жалуются часто, но чаще всего устно и по телефону. Я хочу напомнить нашим зрителям, что согласно 59-го федерального закона о порядке рассмотрения граждан в Российской Федерации, заявления принимаются в письменной форме. Значит, у Роспотребнадзора нет полномочий проводить проверку по звонку. За 2015 год поступило 211 обращений от граждан. 105 из них — это консультации устные, это не жалобы. А 94 жалобы в письменном виде. И из них 25 на ненадлежащего качества продукты. Значит, по этим жалобам были проведены проверки, факты подтвердились, и виновные лица, наказанные в административное наказание, понесли. Что нужно предоставить в Роспотребнадзор для проверки? Понятно, что сам продукт, а вот чек нужно ли предоставлять? Чек не обязательно. Если вы купили продукт, пришли домой, открыли и внимательно посмотрели, что не соответствует качеству, запах неприятный, или увидели, что срок уже прошел, конечно, ваше право сходить обратно в магазин, и продавец обязан вам вернуть деньги за этот товар. Но некоторые люди ленятся, тем самым поощряют продавцов недобросовестных, потому что денежки, которые мы уплатили за некачественный товар, остаются в кармане у продавца. Поэтому можно желательно сфотографировать, если вы в магазине что-то увидели с истекшим сроком хранения, или условия хранения не соблюдаются, посмотреть, сколько градусов на упаковке написано условия хранения, предусмотренные изготовителем, и в холодильнике, например, посмотреть, кисломолочные продукты лежат. Значит, или вы купили товар, а он, когда вскрыли, поняли, что он испорчен, да, желательно сфотографировать, написать жалобу в письменном виде, или, значит, прийти лично, обращаться по адресу авиаторов 7, где находится управление Роспотребнадзора. В свободной форме можно это написать, можно дома, да, или обратиться за помощью к нам, или отправить электронной почтой. Форма электронного обращения на сайте имеется. Фотографию, не только одну фотографию, но еще и саму жалобу. Где? Обязательно указать, какого числа это происходило. Фамилия, имя, отчество обратившегося, потому что анонимные заявления не рассматриваются. В каком магазине, кому он принадлежит, по какому адресу. Ошибок очень много, когда пишут жалобы. Приходится даже звонить, хорошо, если оставляют номер телефона, звонить и что-то еще уточнять. Хорошо, спасибо большое за интересную беседу, Ирина Леонидовна. А мы продолжаем.